Коллеги, добрый вечер. Меня зовут Александр Сербул. Я руковожу на управлении контроля качества интеграции внедрения Bittrex и хочу рассказать вам о мониторе качества. Информации много. Хочу передать энергию, концепцию монитора и основные мысли, которые бы вами руководили потом в процессе внедрения, в процессе разработки маленьких и больших сайтов и проектов. Посмотрим в админку, где находится монитор качества. Инструменты, монитор качества. Админка предлагает нам тестировать проект. Тут много слов, различных суть в чем. Проект на Bittrex это не маленький кирпичик, это система, которая в совокупсе состоит из различных модулей. Простая аналогия это автомобиль. Если вы проводите доработку тюнинга автомобиля и залазите в двигатель, в колеса, что-то допаиваете, что-то докрашиваете, ставите какую-то внутри аппаратуру, то вы можете что-то сломать случайно. Монитор качества позволяет, дает нам чек-лист, по которому мы проверяем, ничего ли мы в системе не сломали. А если мы как-то по нашему мнению улучшили, он нам помогает дать гарантию, что все будет работать дальше так же, как изначально задумывалось. Важность монитора сложно переоценить. Мне кажется, вообще любой проект, сдаваемый в компании, должен проходить через такой чек-лист. Для менеджера какие плюсы мы получим? Мы получим минимизацию рисков. Мы получим минимизацию рисков по производительности. Мы получим гарантии информационной безопасности, достаточно высокие. Мы получим гарантии дешевизны поддержки этого проекта. Мы получим прозрачность. Мы проследим за документированностью. То есть монитор полезен не только разработчикам, но, конечно, в той же мере и менеджерам проектов. И он полезен бизнес-менеджерам, которые знают, что проект сделан и сдался по ГОСТу. И, конечно же, этот монитор полезен клиенту. Я всячески на встречах с клиентами объясняю про монитор качества, что это позиция компании и стандарты, которые мы предъявляем для разработки. Пока они не обязательны, но мы потихонечку прикручиваем гайки в этом направлении, чтобы клиент почувствовал защищенность, что в его машине, когда полазили, подкрутили карбюратор, она будет ездить дальше и проедет столько, сколько ей положено до следующего ТО, а не сломается где-то на повороте. Ну, давайте от слов к делу. Пройдемся по структуре монитора и по основным тестам. В админочке «Монитор качества» я нажимаю «Тестировать проект». Система тут запускает автоматическую проверку. В данном случае она уже проходила. Мы видим, что что-то где-то красным подсвечено, где-то там зеленым, какие-то крестики. Объясняю концепцию. Задача наша, чтобы дерево, вот это, дерево проекта, дерево проверок и тестов проекта стало зеленым, чтобы все разделы позеленели. Тогда, так сказать, можно двигаться дальше и сдать проект. Он попадет в нашу базу данных проекта. Мы увидим, сколько тестов сдано, прочитаем ваши комментарии, и партнеры начисляются баллы за это. Потому что выгодно сдавать монитору, естественно. Посмотрим на, вообще, на, вот сюда, в колоночку правую, по статистике. Всего у нас 66 тестов. Мониторе качества пока. Количество тестов будет увеличиваться. Обязательных 26. Что такое обязательные тесты? Это тесты, которые мы считаем важными для прохождения. Это критически важные тесты. Ну, допустим, забыли закрутить гайку на двигателе, забыли прикрутить колесо, забыли подсоединить аккумулятор. Или где-то вы что-то подпилили в автомобиле, да, и днище может вывалиться. Эти тесты, которые вы обязаны пройти для обеспечения описанных выше гарантий и снижения рисков. Необязательные тесты. Я рекомендую их проходить. Потому что это не просто для галочки тесты. Это тесты, которые базированы на многолетнем опыте анализа крупных проектов, которые... История успеха. И, ну, фактически, это как бы тесты, связанные с правильными шаблонами проектирования, разработки и тестирования приложений. И если вы их пройдете, потратив на это время, вы будете в плюсе. Проект будет поддерживаться легче, безопасность будет больше, производительность больше. И с проектом будет приятно работать и вам долгое время, и клиентам. Когда не нужно сдавать проект по монитору качества? Наверное, у вас возникает такой вопрос. Поясню. Когда вы хотите сделать что-то быстро, сдать и забыть. Понимаете, да? Это как быстрый ремонт в квартире. Сделали, потом провод поменять, трубу поменять. Для этого нужно будет выбивать стену, рушить потолок. Понимаете? То есть вы проект сделаете быстрее, может быть, дешевле. Но работать потом с этим проектом будет крайне трудно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...